Это одна восьмая Гран-при, это легчайший вес, представляем он оппонентов Спортсмен в синем углу, ему 23 года, официальный вес 61,4 килограмма Рост 173 сантиметра, это профессиональный дебют Базовый стиль ван Кратион, он представляет город Новокузнецк В синем углу Владислав Давлятов И его соперник в красном углу И будет 21 год, официальный вес 61,5 килограмма Рост 170 сантиметров, профессиональный рекорд В одном бою одна победа Базовый стиль рукопашный бой Он представляет город Грозный, Чичевская республика В красном углу Муфсар Долсаев Рефери Белинго, Герикан Шипзилов, Магас Так чисто внешне можно и перепутать то, откуда, да? Помню, кстати, выступление предыдущее Мавсара Мавсара Долсаева Очень такое приятное впечатление оставил как боец Кстати, Мавсар, от того, что чуть ранее сказали Есть такой стереотип, что чеченцы Ну, смогу, так скажем А я в теме, у меня нет таких стереотипов Не, ну я вообще говорю Многие говорят, что вообще типичные тюленцы Рыжие Как ирванцы Да Ну, сейчас наблюдаем мы в самых разных раззавидностях Ну, да, действительно Здесь в этом плане, дорогие друзья Приезжайте, знакомьтесь, наблюдайте Какое интересное для себя увидите Ну и, собственно Ну, это прошло сейчас у Далватова Кемеровская область, Кузбасс Это вообще одна из главных точек нашей страны по ударной технике Оттуда родом Артем Левин, Артем Вахитов Многие другие чемпионы, известные на всю страну, может быть, весь мир Тренер Сидорин Многие другие бойцы родом оттуда Тайский бокс Там развит более чем где-либо, возможно, у нас в России Поэтому, что-что В ударной технике Уислав Давлатов Или Давлятов, возможно Оставим за скобками, не знаю Еще на двойку у него проходит очень хорошо Должно себя в ней чувствовать отлично Фрокерка Долсаева Ну, что, действительно хороший такой Причем там, вроде как, он полный стопой бил Интересно Вообще, предельно интересно будет, если в этом поединке мы А к этому, по-моему, уйдет не очень много борьбы увидим Потому что и у Мавсара, Долсаева, судя по всему, есть склонность к ударной технике Чувствует он себя в ней хорошо Ну да, базовый рукопашник Вот видите, первый из СКФО, мастер спорта И больше, как раз таки, заслуг в ударной технике у соперника По какому виду? По рукопашному бою Вот, кстати, интересно Динамский рукопашный бой, как мне кажется, довольно сильно отличается от армейского Именно в ударной технике Более скоростной Не могу объяснить почему, но более скоростной Видимо, в силу правил Все-таки армейский рукопашный бой Он больше заточен под такие жесткие акцентированные удары Динамовский, который мы называем просто рукопашный бой Он более такой легкий, что ли То есть там больше передвижений Больше работы на баллы Могу заблуждаться, но, по-моему, специфика правил все-таки Помогает быть более быстрыми Работа в твинче Хорошая колена зашла Хорошая колена в корпус И ручка сейчас прям очень здорово Какое будет продолжение И, кстати, есть перевод Долсаев немало ударов был По напопускам Сначала этого рауна Там и была еще в самом начале Очень тяжелая двойка От Доллатова Да, но мы помним практически во всех предыдущих боях Тот, кто контролирует ситуацию Тот обычно и побеждает Насколько это будет здесь конкретно О контроле решающем Собственно, мы в процессе Будем посмотреть Как говорит один известный блогер Хотя в последнее время какое-то слово неприличное такое блогер Так, интересно Попытка ударить снизу пяткой В общем-то, один из ударов, возможно, даже был достаточно плотным Не могу сказать И никто, кроме этих двоих, не может Хорошие жесткие лукики по ногам Уж помним и Эрбека Тайсумова Который, известный финского спортсмена Забил так, как был ТКО Технического нокаута Никаких руках Да-да, все время забываю Хотя и помню Хотя и знаю Я его еще запомнил из-за саундтрека Он очень необычный такой весь, расписной Да, ну, кому интересно, посмотрят Сейчас у нас, посмотрите, молодые таланты Каждый из которых рвется к своей победе Хорошие жесткие удары Так, есть попытка болевого на ногу Скручиваться, конечно, надо Сейчас Вилли снимает ногой Ну, никаких болевых ощущений, судя по всему Нет, а приемов, собственно, пока нет Есть, вот он сейчас просто держит ногу А, видите, не растягивает Не берет даже захват Ему сейчас это, видимо, не очень интересно Да, времени нет, наверное Не могу сказать, почему Возможно, времени мало И решил зря не тратить время Взял их Вообще не исключаю Хотя, честно говоря, ногу взял хорошо Вот многие другие, кто эту тему любит Они бы сейчас вполне себе могли бы решить этот вопрос Или, по крайней мере, попробовать это сделать На вот этих даже оставшихся последних секундах Хотел-то взял, хорошо был И, обратите внимание, что Владислав не скручивался первоначально от пятки А вот, ну, насчет, насколько он обратил бы там, что он не ушел Это вот по дискуссию Еще, кстати, не исключаю, чего я не видел Возможно, он носок на себя подтянул Чем сделал вариант с архиллом Очень затруднительно Ну, собственно, чем славян город Новокузнецк В первую очередь, в спортивной истории Он известен своими замечательными тяжелоатлетами советского периода И хоккеистами советского и российского периода Новокузнецкий металлург Это кузнецы кадров, например Такой известнейший на сегодня нападающий наш Кирилл Капризов Он родом как раз с Новокузнецка Если я все правильно помню Именно там он сформировался как хоккеист Это, напомню, человек, благодаря которому мы выиграли в свое время Его голы выиграли Олимпиады Ну, совсем не дал, не знаю, относительно Да, да, ну, в общем-то, это какая Последняя или предпоследняя Олимпиада была Сейчас играет Михаил По-моему, к сожалению Ну, хотя с другой стороны Ну, я тоже сейчас из-за хоккея не особо слежу Ну, так вот Ну, Новокузнецкий Вот эти хоккеи Новокузнецкий металлург У тебя на сухом Новокузнецкий металлург Акбарс Казанский Уфимский Салват Илаев Да, ну, сейчас в хоккей он переместился в ХЛ Ну, оставим все это нам сейчас не принципиально Смысл в чем? Город разносторонне развитый Достаточно такой жесткий С точки зрения, может быть, жизни Там производства Там настоящий вот этот сибирский трудовой характер Но при этом и спорта они выжимают очень много И бойцов Как мы видим сейчас очень серьезных сильных И уже не только в тайском боксе, например И хоккеистов, и прочее, прочее, прочее Отрадно Это вот вроде бы Сибирь, она очень большая Но именно несколько локальных точек Где это особенно выражено Особенно как-то ярко смотрится Ну и мы наблюдаем, как Владислав Довлатов Наверное, где-то ближе к середине первого раунда Он больше контролил вот этот поединок Да, ну мы помним, что Мафсар Досаев Он очень духовительный такой боец Я в предыдущий бой его так вспоминаю Он там характер показывал То есть он хорошо относится к тому, чтобы подраться Естественно, сейчас от своих идей Он не отказывается Такая защита под хватом от Владислава Довлатова Видимо, все-таки через А Видите, разная у нас информация с ринганонсером Может быть, ринганонсер на имя Довлет Ты больше так акцентировался? Ну, у меня сразу ассоциация с Сергеем Довлатым Писателем Очень спорная, кстати, личность С одной стороны, читать его всегда приятно А с другой, диссидент диссидентом был, конечно Так, есть перевод Есть перевод И сейчас В общем-то, варианты два Либо прижимать, контролировать Либо оттягиваться, носить акцентированные удары А для Мафсара Долсаева, конечно, создавать пространство Выкручиваться, вставать По стене Или скручиваться за спину Практически у нас на комментарической позиции Есть ощущение, что мы и подсказываем еще одновременно Но все-таки второй раунд больше идет под диктовку Довлатова Да, чувствует он свою игру Судя по всему, но оба бойца с характером Возможно, вот акцентированные удары здесь тоже как раз могут сказаться И посмотрите, два очень неплохих ударов Еще третий добавляет, правда скользко, тем не менее Мы видим, что Мафсар Долсаев снизу Хорошо атакует ногами За сетку держится Долсаев Пока не видит эта гериха, но она отпустила Да, мне кажется, здесь это неприцельный момент Ху-ю-ю, хорошо Хороший русский аптит Так, контроль Видимо контроля из позиции сбоку Возможность отталкиваться от стены ногами Она здесь бывает очень существенна Подсказывает, что нельзя локтями бить щебилов Ну, да, это, напоминаем, что требования именно гран-при То есть вообще в лиге ESA Young Eagles можно бить локтями в голову В рамках гран-при нельзя Сделано это, чтобы как можно меньше было сечек Что логично в формате гран-при Потому что предполагается, что скоро следующие бои И надо быть к ним готовым Да, минута до конца второго раунда Кто здесь? Будет лезть какие-то попытки досрочного завершения? Не будет Честно говоря, мне даже не принципиально Потому что интересно Поединок, поединок смотрится У них отнимают стойку бойцов Больно пассивно стали себя вести бойцы Поэтому греха лучше бежать от подня Вы знаете, я, наверное, могу подсказать почему Потому что, в общем-то, рисунок поединка уже Ой-ой-ой-ой-ой-ой И там друг друга зацепили очень Да, хорошо Ого, спортсмены И еще раз Которые до утра и до вна так угадают Рисунок поединка более-менее уже прорисовался И для нахождения новых каких-то путей Новых каких-то вариантов Требуется некое либо переосмысление На которое спортсмены могут взять паузы Либо некое продавливание Принципиально другого решения Что требует запаса сил Поэтому и встают иногда спортсмены в таких моментах Ну вот хороший взрыв Под конец с тобой спортсменов Давайте посмотрим ключевые моменты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, раунд под номером три стартовал Честно, классный бой Вот то, что про него первое, что хочется именно сказать Вот сейчас, видимо, будут подзарубаться спортсмены Ну потому что Мафсару Далсаеву это просто уже надо А Владислав вроде как и не против То есть есть у него некоторые преимущества По его позаворным эпизодам Он и в борьбе, очевидно, превосходит Далсаеву По переводам, да Но и в стоке он как минимум не выступает Если даже не выходит У него часто именно левый боковой проходит Обратить к нему Ну, кстати, вообще, в принципе, левый боковой достаточно часто проходит Мы вспомним того же Роя Джонса Как вспоминали уже сегодня Что такое Роя Джонса или там Флойд Майвезер, да? Это, собственно, правый прямой, левый боковой Просто доведенный до совершенства Ой-ой-ой, а вот сейчас акцентированное попадание было И как бы там травмы носа не было Потому что, судя по всему, видимо, попал в пилогласть Который именно запускает вот эти вот слезные железы То есть потеря ориентации идет Очень неприятное попадание в область носа Я помечу, вот так вот он в флайне попытался исполнить Маусар Далсаев Легко вот подхватил его Ну, там что-то принятие решений порой длили секунды И кажется-то это, например, логичным, да? А на практике вот что-то не выходит Такое бывает Интересные бойцы Честно, приятно смотреть И насколько зрелая все-таки техника Например, у того же Владислава Довлатова Несмотря на... Ну что, для него это вроде бы профессиональный дебют И Маусар Далсаев, да? И характер показывает, и навыки И обостряет ситуацию в году И обоим не больше 23 лет Приятно, приятно смотреть Просто насколько сейчас уже выросли смешные единоборства В том числе и во многом благодаря Лиге Эсей Эсей Ян Кидос Кстати, неплохая попытка в треугольник Очень даже вариант В этой ситуации Попробовать тоже, по крайней мере, надо У Кики правильно Немножко подтягивается спиной И к стене Маусар Для того, чтобы по ней позже встать Ну, это бывает как хорошо Так и плохо Потому что, если прижать головой к стене И... То можно за счет стены и отключить Шею, спину оппонента Который находится внизу Такая полка в двух концах И продолжает работать сверху Владислав Довлатов Очень много ударов Он уже нанес Ой-ой-ой Сейчас акцентированный удар получился С любой позиции он атакует Да, хорошо себя показывает И обратить внимание Как будто в первом раунде Дыхание в обои спортсменов, да? И я предположу, что Если все-таки Довлатов Доведет это поединок До победы Что пока, в принципе, к этому идет Он будет одним из главных фаворитов Да, да, да Единственное, что давайте иметь в виду Что, скорее всего Будут некоторые травмы Будут некоторые обстоятельства И, возможно, состав в Грам-при еще поменяется Это, в принципе, характерно для Грам-при Вспомним, Грам-при Страйфос Грам-при М1 Другие Да, такое часто происходит Да, принимаем как есть Но действительно показывает он себя отлично И это для дебюта, обратите внимание Хороший удар снизу Ой-ой-ой И еще добавляет Кстати, грамотно ударил Сразу пошел вниз сразу То есть, понятно уже мысль Да, то есть, мысль в том, чтобы перевести И безопасно, спокойно Вот эти 30 секунд Доработать свою пользу Это, в числе прочего, и профессионализм То есть, четкое понимание того Зачем здесь И что для этого нужно Так, 15 секунд Концовка И, судя по всему Особенно много-то здесь уже не поменяется Хороший бой Интересный И если Третий раунд был более-менее такой однозначный То до этого прям так Искрило Искрило Молодцы бойцы Да, завершается этот поединок Судя по всему, здесь уже И по реакции бойцов самих Смеем предположить, что В реакции зала Рады победители этого противостояния Никто не знает как Владислав Довлатов Ну и славного города Новокузнецк В Сибири традиционно Ролин очень таких сильных людей Довлатов Верховных подготовки Семь ребятам Семь ребятам Дмитрий Константинович Дмитрий Константинович Удавнее Вюрхова Игоряну привет Быстрее, быстрее Давай! Давай, Вюрхова Привет, Фигаря Уважаемые поклонники боевых искусств В этом поединке Всем коронавирус Дмитрий Константинович Единогласным решением Судя Держал победу И стал четвертьфиналистом Гран-при в легчайшей Весовой категории AC Ян Иглс В 2021 году Владислав Довлатов Новокузнецк Наше поздравление И в общем-то аплодисмент От местной публики Я думаю Уважение сейчас Владислав у нее заслужил Показал себя во всей красе и, честно, хочется снова видеть Мафсар.